Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Восьминог Бесконечности, и мы поговорим о патриотизме. А, собственно, видео называется «Борьба с патриотизмом». А, так вот, на мой взгляд, патриотизм – явление вреднейшее и бессмысленнейшее. Оно противоречит рассудку и приводит к излишней агрессии на национальной почве. Именно благодаря патриотизму по всему миру распространяются непонимания, взаимные презрения и даже войны. Впрочем, уже в определении патриотизма намечен милитаристический след. Давайте посмотрим, что это за определение непосредственно. Патриотизм. Да. Нравственный и политический принцип. Социальное чувство, содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами ради людей. Как мило, да. Патриотизм предполагает гордость достижениями культуры своей родины, желание сохранить ее характер и культурные особенности и идентификацию себя с другими членами своего народа. Стремление защитить интересы родины и своего народа, любовь к своей родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жизни. Какая прелесть, да. Как мило. А только вот проблема заключается в том, что родина, по сути, случайно. Как ни странно, да. Начнем с того, что мы по воле суча рождаемся в той или иной стране. Если бы каждый из нас, кто-нибудь из нас, любой из вас, бы родился в Китае, то он был бы вынужден любить Китай. Если бы он родился в Корее, вынужден любить был бы Корею. Родился в США, любил бы пиндосов, например. Был бы либерастом, да. Просто, получается, родина определяется по месту рождения. Если бы вы жили в фашистской Германии, то вы бы без особой причины, вообще без какой-либо причины, были бы вынуждены любить фашистскую Германию. А в рамках патриотизма ответ на вот вопрос, следует ли любить фашистскую Германию, утвердительный. Это ответ да. Если ты там родился, ты должен ее любить. И ты, значит, фашист. В общем-то. И если в России, например, появятся какие-нибудь фашисты, придут к власти и будут заставлять любить родину, то патриоты тоже будут обязаны ее любить. Прекрасно, да. Прекрасная концепция, конечно. Так вот, дело в том, что родину не выбирают. Она, ну, в этом смысле, она случайна. И одновременно закономерна, конечно же, потому что ее не выбирают. То есть, мы могли бы родиться в любой стране. Абсолютно. Любой. И именно поэтому смысл любить одну из этих стран бессмысленно. Вот и все. В этом пункте вот такой вот пункт есть. Второй, более существенный пункт утверждает, что никакой родины не существует. А как это доказать? Ну, давайте подумаем. Родина — это абстрактный концепт. Границы на самом деле условны. Да, во-первых, они с веками, конечно же, меняются. То есть, нет навечно установленных границ. Родины расширяются, уменьшаются и так далее, и так далее, и так далее. С ними может происходить все, что угодно. Да и само установление границ государства подобно детской игре. Это какая-то детская странная выдумка. Вот моя территория, а вот моя территория, а вот чужая территория. Мы вот так как-то играем вот с этим. Это обычная игра взрослых людей, так скажем. Собственно, Родина и есть выдумка, у которой самой по себе нет чувств, эмоций, жизни. Мы не можем ее потрогать, мы не можем ее увидеть непосредственно всю вот эту вот мистическую Родину. А Родина, она именно, она мистична, она не является чем-то настоящим, чем-то реальным, чем-то, что можно изучить. За что же любят Родину? За территорию, может быть? За границы? Я не знаю, ну вот непонятно, да? Наверное, Родину любят за народ, да? Ведь народ все-таки важнее в Родине, чем сама Земля, я полагаю. Только вот отсюда следует следующая проблема. Народа не существует, вообще никакого народа не существует. Народ еще один абстрактный концепт. Условное объединение огромного числа людей под единственным наименованием. И чем же определяется народ? Может быть языком говорят? Да, говорят, языком определяются. Только вот дело в том, что существует в одном языке множество диалектов. То есть, ну есть диалекты русского такие, например, которые отделились от русского и считают себя уже отдельными. Но есть просто диалекты русского, которые остались внутри страны. Так что же, люди, кстати, понимают разные слова, одни и те же слова по-разному. То есть, у каждого человека можно сказать свой язык. Живой язык изменчив и неоднороден. И он принадлежит не столько народу, сколько каждому отдельному человеку, который приобщает его под свою жизнь. Ну, то есть, из этого следует, что, ну, как такового единого целостного языка просто-напросто не существует. Более того, большую часть истории многих стран люди просто не владели, например, письменностью. А большая часть знала малое количество слов. Так что же получается, что народ на протяжении большей части истории это только привилегированные классы? Ну, наверное, нет. Но так получается, если мы говорим, что народ это язык, из этого напрямую следует, что большую часть истории человечества, все народы, состояли исключительно из привилегированных классов. А обычные мужики, которые на полях работали и плохо знали языки, ну, это не народ уже получается. Ну, это противоречит нашему пониманию народа, конечно же. Но из этого логически вытекает, что народ, видимо, ну, не язык все-таки. Правильно? Народ не определяется языком. А чем же народ определяется тогда? Может быть, народ это культура? Но культура, опять же, черта привилегированного класса. А если культура это атрибут народа, то народ, опять же, получается, это элита. Кто у нас в России читал Достоевского? Может быть, все крестеры, которые пахали в поле и читали Достоевского? Нет, конечно. Может, Толстого все крестеры считали? Тоже нет. То есть, ну, очевидно, что привилегированный класс, это и есть тот самый народ, если мы определяем народ по культуре. И давайте на современных людей посмотрим, сколько из них знакомо с русской культурой. С историей даже, допустим, сколько знакомо? Да вообще, немного. А с культурой сколько людей вот сейчас считает активно русскую художественную литературу, скажете? Получается, нет народа, опять же, ну, русского в данном случае. Вообще нет никакого народа. Опять же, давайте еще кое-что заметим. что, в общем-то, люди сами по себе, каждый человек отбирает какие-то, в общем-то, элементы культуры для себя. То есть, у каждого человека, получается, своя культура, которая строится на базе, как вот этой вот своей, вот этой русской культуры, допустим, или английской культуры, и какой-то другой, и других культур тоже, в том числе. Ну, например, любой образованный человек, да, например, тот же Пушкин, он знал французский язык, он читал французские тексты, это, безусловно, известно, он переводил многие тексты сам. То есть, понятно, что с русской культурой он был связан, наверное, даже меньше, чем с французской, по сути. Вот, вот суть заключается в том, что каждый человек подобным образом отбирает себе какие-то элементы культуры, причем эти элементы культуры принадлежат разным странам. Ха-ха, о какой культуре вообще речь идет, о какой общенародной культуре, непонятно. Более того, не следует забывать, что большая часть людей всегда в меньшей степени была приобщена к культуре. Ну, то есть, опять же, что такое народ? Как по мне, получается, что народ это просто условность. Для меня есть лишь конкретные люди. Народа просто не существует. Его нельзя потрогать, увидеть, опознать по каким-то существенным признакам, например, по тем, которые мы перечислили по языку и культуре. Может быть, генетически можно попробовать обозначить народ, но тоже такое себе дело. Ну, народ это не биологический термин просто, по сути. Это термин такой именно культурный, социологический в некотором роде. Но его просто не знаю. Потому что он обозначает, ну, просто вот его не существует, вот этого обозначаемого. К сожалению, наверное, для людей, которые думают, что он есть. А следующий аргумент это неразумность патриотизма. Патриотизм неразумен, он не требует причин для любви. Это слепая фанатичная вера в то, что твое государство чем-то в лучшую сторону отличается от других. И это причина многих войн, конфликтов, репрессий. Концентрационные лагеря возникли благодаря этому. И много-много-много ужаснейших вещей благодаря вот этой вот неразумности. Прежде всего, именно патриотов, которые не восстают против ужасного режима, который прославляет нацию. Нет, наоборот, он поддерживает этот режим. Это ужасно, да. Следующий аргумент патриотизм слеп. По сути, он вытекает с предыдущего. Патриотизм вреден. Опять же, благодаря вот этой вот слепоте, которую он производит, патриотизм останавливает развитие, потому что он уже удовлетворен культурой, достижениями, наукой и так далее. Патриот не готов отбросить достижения своей страны. Патриот не готов их переосмыслить и не готов двигаться дальше. Он гордится ими, а не анализирует. Он не думает, он не думает, как можно исправить, как сделать лучше. Патриот легко поддается идолопоклонничеству к известным персоналиям из своей страны и смело навешивает на нее всякие доблести и регалии, даже когда это совершенно не обосновано. И в России это, кстати, очень актуально. Это актуально даже в академической среде, что крайне странно. Люди, занимающиеся русской философией, например, называют русскими философами вообще всех, кому не лень. Там Мономах написал письма детям, все, русский философ, например. Не знаю, Татищев, русский философ. Писатели Достоевский и Толстой, но тоже русские философы. Что ж с ними? Хотя Толстой, ну, Толстой претендовал, допустим, на философию. Тексты есть философские, ну, вы можно поспорить об их качестве. Мне, например, кажется, что они даже близко и не имеют никакого отношения к настоящей философии. Ну, бред просто старого деда провозванного. Но Достоевский-то даже не претендовал на философию. В общем, проблема, у него художественные тексты. Все его тексты просто художественные. И рассуждать о том, что там думал Достоевский и как он это доказывал, нелепо, потому что мы смотрим на художественные тексты. Причем художественные тексты, которые посвящены не только доказательству чему-либо. У Платона ведь тоже диалоги. Но диалоги, посвященные доказательствам. У Достоевского все несколько иначе. И он просто писатель, ну, действительно, он писатель. И как-то трактовать его как великого философа, ну, очень странно. Но русские это делают. Русские почти всех своих великих известных деятелей трактуют как известных, как супермудрых философов. И это неправильно. Это следствие патриотизма, его слепоты. То есть слепоты, которые не позволяют людям осмыслять то, что происходит. Она не позволяет думать. Она просто вот распространяется паразитически. И это отвратительно. Так вот, к чему мы приходим? Один из главных тезисов, в общем-то, в определении патриотизма, это вот жертвовать собой. Я считаю, что глупо жертвовать собой ради некой абстракции. В общем, это действительно довольно странное желание пожертвовать собой ради вот этой невидимой родины, которая не существует на самом деле. Любой родины. Я сейчас не говорю конкретно про Россию, вообще про любую страну в мире. Про Америку. Американцы тоже еще те патриоты. Так вот, нет народа. Нет родины. Особенно у американцев, кстати, народа как такового тоже единого нет. Их культура полностью зависима от европейской. И так вот, это же все глупая абстракция. Это результаты мистификации и пропаганды. Когда речь идет о защите кого-то, то имеет смысл говорить о реальных конкретных людях. Ну, например, о семье своей. Вот семью свою, да, можно защитить. Можно такой риторикой пользоваться. Друг. Вот война началась, и у тебя есть шанс защитить свою семью, например. Нормально. Хорошо. А защитить народ? Народ. А что такое народ? Защитить родину. А что такое родина? Ну, непонятно. Это все призрачно, это все мистично. И, ну, то есть понятно, что нас заранее пытаются обмануть. Умирать за родину, все равно, что умирать за ничто. Умирать за народ, это тоже значит, что умирать не за кого. Это такое общее обобщение, такое духовное, такое вот, да, такое мистическое, которое просто ничего не означает. В общем, это просто значит жертвовать собой просто так. Культура зла. Культура зла, да, существует, так скажем, культура зла, условно их так обзовем. Так вот, некоторые культуры можно называть культурами зла. Они воинственны, тоталитарны и истребляют своих же собственных сторонников. Это культуры милитаризма, излишнего национализма и порой даже каннибализма. Быть сторонником одной из таких культур, осознавая, что есть другие культуры, это сознательный выбор злодея, который вместе с другими злодеями собирается вершить зло. Да к чему все это? Да к тому, что культура еще должна заслуживать эту самую любовь. Вы не можете просто так взять и присягнуть к культуре зла. Если вы посмотрите на Америку, там много людей критикуют Америку непосредственно. В России тоже многие критикуют, но почему-то патриоты этого не понимают. Они не понимают, что на критику надо отвечать аргументами, например, а не ругать их, не проклинать своих оппонентов. Надо критиковать, надо отвечать на аргументы, на аргументы аргументами. Нужно доказать, что вот та культура, которую мы исповедуем, это не культура зла, это не культура убийства, не культура репрессий, не культура тоталитаризма, собственно. Продолжаем. Вред культуре от патриотизма. Да, патриотизм наносит вред культуре просто колоссальный. И патриоты, по большей части, люди глупые. И не отличающие хорошее и плохое, качественные и некачественные. Я сейчас даже говорю о людях, наверное, патриотах, которые признаны очень хорошими, очень умными персонажами. Так вот, у них отсутствует вот это вот отличие хорошего, плохого, качественного и некачественного. Все делится на патриотичное и непатриотичное. А для них все, что признано культурой их страны, становится своеобразным идолом, которому они поклоняются. Поклонение же вредит культуре, тормозит ее, останавливает в развитии. Рождаются клоны авторов прошлого, их многочисленные копии, которые совсем не нужны искусству. Общество застревает в прошлом, искусство и творчество превращаются в анти-творчество. Больше всего от патриотизма страдает именно культура. Любой патриотизм направлен в прошлое. Он ретроспективен, непродуктивен. И почему культура не растет, не множится, не развивается. Не создает новых течений, например. Вообще, в странах с высоким уровнем патриотизма все очень плохо с творчеством. И я вам это скажу, да, в России все очень плохо с творчеством. Всегда было и до сих пор остается с творчеством очень плохо. И особенно это характерно, ну, характерно для прозы, например. Мы сейчас можем посмотреть на нашу русскую прозу современную и вот так вот руками раскинуть. У меня есть статьи и видео по этой теме, я в этом, в принципе, разбираюсь. Я вам говорю честно, это просто отвратительно, то, что сейчас происходит. Такой деградации никогда не было. И я считаю, что одна из причин всего этого патриотизм. Одна из причин, безусловно, одна и не самая важная. А также патриотизм наносит вред личности. В целом, патриотизм обедняет интеллектуальные способности человека, обедняет разнообразие его взглядов, делает его предсказуемым и неинтересным. Более того, патриотизм диктует однобокость, создает перед глазами смотрящего особую призму, которая мешает ему понимать других. Патриоты это те, кто отдаляются, отдаляют нас друг от друга. Это плохо. Это плохо, это действительно плохо. Мы должны не отдаляться друг от друга, не безумно любить свою родину, а должны с большим пониманием относиться к другим родинам, к своей культуре, конечно, тоже, но и к другим культурам. И как-то здраво их оценивать, здраво оценивать вклад этих культур в мировую, в общем, в мировую сокровищницу, например. Это адекватно. А патриотизм неадекватен. Ну, теперь немножко обсудим патриотизм в России. Я считаю, что сейчас в России стыдно быть патриотом. Да вы посмотрите, кто в нашей стране патриоты. Лгуны, воры, убийцы, ну или просто дураки. Я не вспомню ни одного умного и хорошего человека, который в нашей стране придерживался бы патриотических взглядов. Ну, среди популярных. А таких нет. Тот, кто называет себя патриотом, стоит в один ряд с Соловьевым, допустим, Навальным, Навальным, простите, Советовым, Зюгановым, звездами российской эстрады и прочим мусором. Это люди неумные и нехорошие чаще всего. Ну, Навальный просто не очень умный, например. Я не говорю, что он злодей, но он просто не очень умный. Так вот, антипатриотизм в нашей стране – это борьба против нечисти. Это доведение нашей страны до уровня, когда ей можно будет гордиться. Пока ей гордятся алкоголики и олигархи, убийцы и воры, мошенники и дураки. И тут не важно, кто изображает патриотизм, а кто настоящий патриот, подавляющее большинство из них запятнанно. И примыкать к ним – это совершать преступления против порядочности, простите уж. Едина ли наша Россия? Вот сейчас самый главный вопрос про патриотизм в России. Так, если народ и родина определяются культурой, ну, допустим, то у нас, можно сказать, было пять противоречащих друг другу культур. Ну, допустим, все, что я от этого доказывал – это ерунда. Допустим, и родина есть, и народ есть. Но к России это не имеет никакого отношения, потому что у нас внутри России было пять противоречащих друг другу культур. Позначим их такими словами. Славянская, православная, новоевропейская, советская и современная капиталистическая. Притом четыре последних, не созданные русскими напрямую. Все взяты у Запада, да. Православная культура у Римской империи, которая находилась по отношению к России и к Западу. Да, 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 конечно, и речь идет о Восточной Римской империи, но Восточная Римская империя находилась по отношению к России и к Западу. Ну, вот так вот получилось. И тем более, да, формирование христианства тоже происходило на территориях, в том числе, Греции, и поэтому греческий язык является одним из важных, например, в том же Православии. Ну, это все Запад. Это очевидно Запад, и с этим спорить может только человек абсолютно необразованный, ну, или выдумщик вроде Дугина. Так вот, Православие это не русская религия, в общем-то. Даже если бы она была Восточной какой-нибудь, а не Западная, это все равно не русская религия. Она навязана русскими силой, и, ну, в общем-то, вообще-то, да, просто к русской культуре она не имеет никакого отношения. Ну, допустим, это истинная религия, конечно, допустим. Допустим, почему нет? Но она просто не русская. Вот и все. Потом Петр, Петр Первый, да, со своими европейскими изменениями породил, можно сказать, новую культуру. Культуру ученых, поэтов, писателей, ремесленников, музыкантов. И все эти люди были европейского образца. И это все культура плагиата всего того, что было на Западе. Неудивительно, что большая часть наших творцов занималась именно переводами. Чем известен, собственно, Ломоносов? Да он столько всего перевел. Он переводил технику даже поэтическую, чтобы, ну, начать писать так, как немцы. Это все известные тоже факты, и люди просто это упускают, они не смотрят на это. Они это игнорируют, эти исторические факты. Ну, вот бывает. Так вот. Впрочем, я доказывал это все в других видео и статьях, поэтому не будем здесь на это тоже зацикливаться, обращать на это внимание. Потом в Россию с Германией пришли коммунистические идеи. Да, это еще одна нерусская культура, которая завладела русскими, да. Ну, это тоже классно. А после и вовсе западный капитализм настал. Ну и вот. Только на первом этапе русские обладали некой самобытностью. Ну, то есть они были непосредственно русскими, у них были какие-то непосредственно свои традиции, но с ним тоже можно спорить, потому что много племен, они все были раздвинены, и про них мы знаем очень-очень мало. Так вот, если уж и гордиться чем-то, так нам нужно гордиться балалайкой, например. Где гордость балалайкой? А где гордость хороводами? Где гордость язычеством? Где гордость прыжками через огонь? Это все было славянское в принципе. А что после это произошло? Четыре провальных западных проекта, которые растянулись на целое тысячелетие. Вы предлагаете, в общем-то, гордиться этими западными экспериментами на территории России? Предлагаете гордиться культурой, созданной по образцу Запада? Или даже предлагаете утверждать, что эта культура лучше западной? Ммм, да, до заграничного православия у нас вообще не было письменности. До Петровской вестернизации у нас не было полноценной культуры. Да, в имперские времена русские во многом догнали Запада, в том числе Россия стала достойной культурной страной наряду с другими странами. Но все же нет. Но мы же хотим большего, да? Хотим противопоставить себя заведомо вторичную и зависимую русскую культуру всему Западу в целом. Мол, наши писатели равны писателям всего мира. Или даже превосходят их. Но это же слабоумие и отвага патриотов русских. Этого просто нет. Этого просто невозможно. Русские вторичны по отношению к Западу. И они просто не могли их произойти, произойти весь Запад. Такие утверждения, они из разряда фантастики. Из разряда очень глупой фантастики для очень глупых людей. Мне очень трудно читать что-то подобное у известных писателей, например. Например, у Мамлеева такие есть задумки. Это очень странно. Или у Дугина такое же есть. Это вообще как-то очень странно. Это тупое идолопоклонничество. Это обман и пропаганда. Люди не понимают, например, какие произведения перевел, какие адаптировал, какие сплагиатил. Александр Сергеевич Пушкин, например. Это же великий русский писатель. Да, но просто люди не понимают. Они не знают, что он конкретно списывал. А они не знают, что он сам придумал. Для них все его произведения, это чисто его работа. Настоит хорошенько порыться, провести негкую работу над этим текстом. И мы сразу раскроем секрет его продуктивности, да. Просто читайте западную литературу того же времени. Пушкин не нов. Во многом не нов. Он во многом повторяет и французов, и немножко немцев уже. Да, немцев тоже повторяет. Неудивительно, что на Западе к нему относятся холодно. Он обычный западный писатель, который работал на русском языке, но и занимался во многом переводческой деятельностью. Так вот, какой именно культурой нам гордиться? Их было по меньшей мере пять. И все, по большей части, западные. Чем мы будем гордиться? Чем мы собираемся, опять же, гордиться? Непонятно. Ну, давайте немножко обсудим вот такую тонкую тему. Походим по тонкому льду. Почему в Германии 20 века был обоснованный патриотизм? Вообще, самый обоснованный, наверное, во всем мире. Несмотря на то, что я не поддерживаю нацистский режим и не разделяю любого рода милитаризм, расизм и национализм, все же хочу заметить, что немецкий народ в 20 веке имел больше всего оснований для патриотизма. Ну, конечно, я не сторонник патриотизма, все равно это глупо, патриотизм это вообще в целом глупо, и считать свой народ лучшим и заслуживающим единственной любви, и это крайне странно, это крайне нехорошо, это действительно. Ну да, немцы действительно могли считать себя лучшими, и это легко обосновать. Во-первых, на протяжении последних веков именно немцы выпустили самую мощную палеяду философов. Это Кант, это Фихте, это Шеллинг, Гегель, Маркс, Штырна, Шопенгауэр, Ницше, Фрейд и так далее. А начиная с Канта, немецкая философия показывала наиболее выдающиеся результаты во всем мире. У русских к тому времени просто философии вообще не было. Там просто люди несли какую-то чушь по сравнению с Кантом, Фихте, Шерлингом, Гегелем, Марксом Штырнером и так далее. Ну, то есть вообще несравнимо. Вообще несравнимо даже рядом не стоит. Ну, кстати, и Англия, и Франция в те времена тоже были на достаточно... Ну, то есть сдали позиции. Сдали позиции. К слову, да, побочным продуктом результатов интеллектуальной деятельности вот этих вот людей стал Советский Союз. Ну, непосредственно Маркс и потом Советский Союз. Так а что же в науке? В науке немцы тоже были невероятно сильны. И наука на переломе 19-го и 20-го века будто бы сосредоточилась в Германии. Очень много величайших исследователей того времени были немцами. Одно имя Эйнштейна уже о многом говорит, но Эйнштейн далеко не единственный. И в искусстве немцы той эпохи показывали себя с лучшей стороны. Германия во всех смыслах была передовой страной, которая в ряде важнейших областей возглавила всю планету. Это был расцвет Германии. И да, аргументов для того, чтобы показать свое превосходство и любить свою нацию немцев было невероятно много. У русских никогда не было столько причин любить свою родину. А любовь русского к родине была необоснованной, пустой и наивной. Многие русские писатели и публицисты верили, что когда-нибудь русские встанут у руля мира и станут передовой державой. Но нет, этого не произошло. А многие считали, что Россия и так у руля. Но этого тоже никогда не было. Да, конечно, отметим, что Российская империя в ряде, собственно, областей занимала и второе место, иногда, может быть, даже и первое. Ну, это экономика. Местами, да, экономика России местами была очень сильной. Но в остальном, в целом, в целом, в целом Россия была в хвосте западного мира. Ну, к сожалению, это сложилось так. А иногда даже становилась полигоном для экспериментов и западных идеологий, вроде коммунизма. Что делать, чтобы русскому не стыдно было становиться патриотом? Да, вот этот вопрос, который нас больше всего, наверное, интересует. И что же нужно делать? Нужно очень много работать. И, наконец-то, перестать задвигать людей творческих и способных. Россия славится своими подражателями и традиционалистами. Но все это должно остаться в прошлом. Все это потому, что, скорее всего, было ложно. Русские могут построить исключительно свою культуру. Они могут взять на вооружение многие методы Запада, но и предложить свои. Они могут стать творческим народом, который ищет ответа, а не цепляется за прошлое. Как по мне, таким народом можно будет гордиться уже по праву. Ну, опять же, с отсылками, что гордиться надо умеренно. Но для этого нужно проделать большой путь, сделать много нового. И тогда наша любовь к абстрактной родине будет все-таки заслужена. Сейчас я не вижу ни малейшей причины любить Россию больше Англии, Франции, Германии, Японии, Китая или даже Индии. Все эти страны так много принесли миру. Когда русские принесут столько же, тогда гордиться будет не стыдно. Тогда гордиться будет даже правильно. Ну и гордиться надо уметь без ненависти, без презрения к другим, с уважением к культуре и обычаям других народов. Вот чего не умеют многие патриоты всего мира, и тем более русские. Чья любовь к родине, к России, обязательно строится на презрении. Лишь тот патриотизм достоин уважения, который раскрывается в труде, творчестве и мышлении. Любовь нужно заслужить, и я люблю все державы, которые сделали этот мир лучше. И жду, когда смогу полюбить Россию. Такая вот у меня патриотическая полиамория. И по отношению к миру, я думаю, это наиболее адекватное отношение. Вот такой патриотизм, единственный патриотизм, который не является для меня чуждым. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok